Всем привет, меня зовут Макс, я решил по вашим просьбам записать такое интересное видео о люксовых доступных ароматов на лето. Доступные в плане цены и доступные в плане, что можно прийти в любом городе, в любой магазин Ritualer, Rewgosh, Eldebate и прочие другие сети, даже если частные магазины, эти ароматы 100% там будут, потому что это такая базовая классика, без которой не обойтись нигде. И, наверное, то, что я бы купил, если бы жил в регионе, или что бы подарил кому-то в подарок, либо хотел принять это в подарок с удовольствием. Поэтому уделим сегодня, отойдем от ниши, вы же все время жалуетесь, что это не найти и так далее. Поэтому для тех, кто хочет прийти, попробовать сделать выводы и купить. Итак, хочу начать со своего любимого бюджетного бренда в люксе, это Versace и его классический аромат Versace Pur-On. 2008 года, знаменитый парфюмер Альберто Марилес. Этот аромат даже, как бы, описывать не придется, его, наверное, знают все, а если даже вы не представляете, как он звучит, когда вы его услышите, вы скажете, а, да, я на ком-то это слушал уже в своей жизни. Классический цитрусово-древесный фужер для мужчин. Это классика и это хорошо, это хорошая классика. Наверное, если бы вы смотрели другого блогера, он бы здесь показывал Allure Home Sport от Chanel. Они действительно похожи, только это в два с половиной раза дешевле. И там будет полтинник, а здесь за сотку вы столько отдадите. Суперкрутой в плане соотношения цена и качества. И это тот аромат, который будет нравиться всему вашему окружению. И какая-нибудь девушка хоть и скажет, что это есть у ее брата, папы, дяди, тети, неважно. То она будет уже с таким поэтексом, что это мужской крутой классический запах. И как раз я его и брал, это все относил я. Вот где-то флакон у меня 100 мл. Вот полтинник я точно относил. Вы его берете сейчас на лето и он будет актуален еще по следующей сезону, поскольку это классика. И такие ароматы, особенно если вам нравятся свежачки, вот ваш выбор. Следующий аромат я бы посоветовал для тех, кто сейчас не ушел в летний отпуск. И в его стиле остается такой еще официально деловой стиль, смарт-кэжуал какой-то. Да и вообще, если вы любите такое базовое сочетание вишечей, типа синий блейзер, белая футболка, либо белая футболка, джинсовка, неважно. Он действительно подходит под такой стиль. Это классический аромат от Прады, Прадалем. Аромат про ирис и фиалку. Если вы вдруг не знаете, как звучит ирис, то это легкие оттенки помады или пудры для кого как. То есть такое мягкое, деликатное звучание. Тут нет никаких женских отголосков какого-то. Но все-таки это пудра, и она делает аромат очень мягкий. Здесь есть плотная древесная база, но она делает только аромат стойчим. И, кстати, здесь вообще не возникнет никаких проблем со стойкостью. И вообще, большое внимание вызывает у противоположного пола. И что я хочу сказать. Да, он держится в таком плотном уже среднем сегменте ценовом. Но это компенсирует тем, что он, например, не будет таким узнаваемым, как Версачи Пур Ом. Он отлично себя показывает летом, поэтому вы можете смело брать. И он будет актуален также, поскольку это уже устоявшаяся классика. Будет в последующие сезоны тоже актуален. Поскольку мы говорим сегодня именно о летних ароматах, я этот аромат добавлял следующий. Добавлял с легкой ноткой противоречия. Это сады Нила от Эрмес. Смотрите, я тоже его сколько выбрызгал. Аромат, скажу честно, интересный. Особенно, когда смотришь на пирамиду, которая там заявлена. И камыш, и манго, и лимон, и томаты, и морковь. Согласитесь, такое фигде встретишь. Но для меня это аромат... Вот для кого-то это какая-то водянистость. Для кого-то это терпкая зелень. Для меня здесь есть и то, и другое. И когда я вот смотрю на пирамиду, например, камыш, томаты, морковь. Для меня, если камыш, то зелень камыша. Если томаты, то томатная ботва. Как знаете, вот наши бабушки рассаду на подоконнике в таких деревянных ящиках выращивали, чтобы потом увезти на дачу. Вот примерно то же самое с водянистостью. Согласитесь, летом, в жару нам не всегда хочется что-то наносить на свою шею, на свою кожу. Какой-то аромат, который будет маслянистый, либо липкий. Вот здесь этот аромат приходит к нам на помощь. Я обливаю свою одежду, и у меня сразу ассоциация, что у меня крутая, каким-то крутым порошком выстирана одежда. И запах чистоты, прозрачный, такой кристальный, тонкий. Но я соглашусь с теми, кто скажет, что это аромат не для всех. Обязательно его попробуйте перед покупкой. Но, внимание, он стоит. Еще более дешевая версия на лето, то, чем можно заливаться в жару. Это колонь от Теремуглер. Я его описываю всегда так. Представьте, что вы выходите на балкон рано утром, летом, или с парадной во двор. Там на траве еще роса такая из-за влаги, газонокосильщик, который подстригает и будет весь округ. Где-то там вдалеке поливалка, которая чистит асфальт, сбивая пыль с него. И вот запах вот этой утренней прохлады, скошенной травы и легкой росы. Этим ароматом вы можете прям залиться, войти в облачко, и все, пошли. Опять же, залить всю свою одежду, купить, поставить вот так в коридоре его. Это очень дешево. За большой объем можно вообще 200 мл купить, и вся семья будет пользоваться. Ваши дети, ваша жена, неважно. Все, это всегда будет актуально, и это то, что мы покупаем, пользуемся. А на вечер мы уже как-то красиво наряжаемся и используем что-то другое. Обязательно нужно посмотреть. У меня вот он в коллекции стоит и иногда очень хорошо выручает. Классика. Опять же, уже устоявшаяся классика, которую я не раз показывал, это John Varvatos Artisan Pure. Сразу обращаюсь к знатокам. Вы сейчас скажете, покажи что-то новое. Нету ничего нового. Я не хочу вас кормить какими-то конвейерными фланкерами, которые так себе и вышли вот, потому что лето, и нужно что-то вам продать. Я лучше покажу то, что лучше точно взять. Дешево. Большой объем. И за маленький объем еще дешевле. Уже, наверное, его многие знают, потому что этот американский бренд, John Varvatos, стал очень популярным за счет своих ароматов. Цена, качество, опять же, отпад. У меня есть все ароматы от этого бренда, потому что они дешевые. Нет, не все. Вру. Четырех ароматов нету. Но вот эти вот как раз новинки в коллаборации с Nick & Jonas мне совершенно не понравились. Здесь я слышу именно цитрусы и белые цветы, хотя белые цветы здесь не заявлены, но аромат у меня тоже вызывает ассоциации с каким-то дорогим мылом из отеля или каким-то средством, мужским средством для ухода. И его идеально использовать именно летом, например, вы вышли с тренажерного зала, побрызгались, и в течение дня этот аромат именно в жару, он очень крутой. Тем, что такие ароматы, они обычно не держатся и не переживают жару. Они, возможно, будут стойкие, но не все их компоненты будут звучать из-за жары, потому что жара искажает ароматы. И хоть аромат, например, и заявлен на 12 часов, и вы будете какие-то отголоски слышать, то не ту композицию, которая должна звучать. То есть здесь вся композиция на протяжении часов 5, 6, а то и 8 будет звучать круто. И уже под вечер вы можете нарядиться и опять нанести какой-то уже вечерний аромат. Вас он не будет беспокоить и как-то задерживаться на вашей одежде. Классика на все времена теперь Джон Варватес. Весна, лето – это круто. Он у меня тоже всегда есть в коллекции. И последним ароматом, как исключение, я хочу, конечно же, вам показать молекулы. Вторая молекула, именно молекула, не эсцентрик. Почему именно она? Идеальный аромат для первых свиданок, для хорошего впечатления. Там синтетический амбраксан, который в жару просто настолько сильно шлейфит, и он просто абсолютно нравится всем, всегда. Если хотите конкретно взять аромат себе на лето и остановились на молекуле, она вам понравилась, берите тридцатку, вам вот так вот хватит. Да, многие из вас могут не услышать молекулы. Но всегда вы услышите молекулы с кого-то. Может быть, на себе вы не услышите. Также кто-то, например, может не слышать на себе, но на ком-то другом обязательно ее услышит. Я начал слышать молекулу через, наверное, год. У меня все началось сначала я первый, первую молекулу, потом второй эсцентрик я почувствовал, потом вторую... А нет, сначала первую молекулу, потом вторую молекулу, потом второй эсцентрик, и потом четвертую эсцентрик я начал слышать. Но сразу я вообще не понимал, как будто мог весь флакон на себя вылить, и ничего. Идеальные ароматы в жару для тех, кто работает в каких-то тесно замкнутых пространствах, либо прям где обильное скопление людей. Поэтому это то, что стоит взять. И опять же, хоть это и нишевый аромат, но он уже стоит на всех полках рядом с люксом, и во всех магазинах он точно есть. Ребят, я надеюсь, видео вам понравилось, и оно было для вас полезным. Сохраняйте этот список, идите в магазин, пробуйте, приобретайте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok